василий магарович шукшин выдуманные рассказы это не рассказы это были заготовки к рассказам я знал по опыту что заготовки надо записывать подробнее а то я сам забывал о чем хотел написать рассказ и я стал записывать для каждого будущего рассказа больше и когда этих заготовок скопилось много и я их перечитал я увидел что больше мне рассказывать нечего все что хотелось рассказать я рассказал итак поехали сказитель объявился некий сказитель да так врет складно так складно кинулись его записывать а у него ставка 4 рубля 1 поэтическая штука а я погляжу долго человек мыкался по жизни мучился гонял его и возымел он большое желание устроиться работать куда-нибудь так чтоб смотреть на суетю из окошечка устроился где немга как меня выгнали из техникума и духом пела уроках арта не открывал долго не могли понять кто это узнали особенно оскорбились и обозлились а еще туфли на высоком каблуке немкина не в чем было и ходить она дала свои туфли как сложили анекдот про луну один человек добывал какую-то бумажку справку измучился устал обозлился и скалал анекдот подлетают к луне а там спрашивают а у вас справка с места жительства есть рассказал пожали плечами слышали много интересней страшный рассказ человек пятьдесят лет делал одно и то же работал на одной фабрике ел в одной столовой дом и спал на одной и той же кровати шишечками ходил в один сортир и под конец сошел с ума все диалог с земляком ну заслуженный заслуженный ресивисер а народного то не тянешь нет не хвата но ничего ничего не расстраивайся а что ж говорят мол слабоват но а ты как а ничего мы что а люди маленькие так не тянешь на народного то говорят от собаки что им жалко а ты на полного то не тянешь а какого полного ну на полного чтобы совсем уж нет ну ничего ничего все будет в порядке волчьим следом воспоминания из детства как шли избы зимой чуя жаренок я домой заблудились на степи вышли к жалью волчьим следом куплет им как я ходил к бабке шукшихи когда четыре было и пел матерные частушки что покормили характер человек полный идиот утром встает ворчит ложится спать ворчит вечно всем недоволен хорюкает ненавидит всех говорят характер ищу женщину а раз в неделю приезжает человек и рассказывает как он завоевывает москву и тут я говорю себе слушай иван маленький лобасты начал лысеть научился слегка выпячивать нижнюю челюсть любил читать стихи капрыза молодого человека отлично куда-то устроили но так бессовестно потеснили других так при этом берещали говорили что вот теперь он устроен что молодой человек взял и ушел с теплого места гордился собой но кто-то злой и умный заметил было бы все тихо никуда бы он не ушел они же кричали то последние километры освободился едет домой в купе суетлив угодлив и вдруг говорит нечто ужасное доверчиво я его гада все одно пришьем ночью где-нибудь встречу и парну под бок и никто не узнает как хоронят живых разговорились много случаев когда хоронят живых а начали вспоминать со случая мужик требует денег а похмелиться разыграл сцену самоубийства да так грубо смешно но оказывается много и живых хоронят не судите парень молодой обозлился на теток и старух кинулся их обвинять да так убедительно по заповеди христовой напугал но на короткое время потом они его принялись чехлостить день рождения сука а щенила восемь щенят они расползлись пошел дождь а она до цепи не может их собрать хозяйские мальчик и девочка собрали их полозамерзших оттаяли на печке и они ожили кутерь мам а сука заходится во дворец кулит а куда их потом никто не знает что-то грустно утопит ведь зачем же они появились ямщик не гони лошадей толстая некрасивая теня рассказывает как она красиво бурно жила в молодости на панка что ли не поймешь на вахте сидит ночью любит принять стакан водки и тогда рассказывает варет наверно разговоры случайно был убит молодой паренек юра неверов отец затасковал разговаривался в бане с несуществующим вот сынок помоемся с тобой ты ее не жалей вот это не жалей ее много а потом пришел домой в избу сел на кровать заревел по бабе сыну то в лоб восемнадцать дробин я спросила его слава сынок расскажи как было то и сказал ведь затрясся побелел испужался а а как было то одеть шагов самый злой заряд летит а может рядом был нет тогда спалила бы и тут разговор о смерти потом о жизни вот ведь три сестры а жить чего бы не жить то опять о смерти а сама виновата сама аборты делала бог доказывает эта женщина про себя и в качестве божьего доказания первого сына нечаянно подстрелили второе второй сын старший женой разошелся будет ему что за это а конец разговор про уток вот ведь полевские то они где угодно парят а эту посадила еще не так посадила близко к печке посадила барыня утки теперь четыре месяца парят гусь тоже четыре месяца болтыши яйца болтыши по чем же мясо принимают по 2 продают по 220 ну к нам ходите камни появился на робкой окраинке плот и щербат и парнишка окраинку вечно били другие края более сильные этот чербат и с выдвинутой челюстью придумал план как избить других что или постоянно эту слабую окраинку продумал осуществил при помощи камней камни только свистели на всем пути отступающего неприятеля парнишка только покрикивал там не сюжет приснился парнишка жестокий и талантливый куда потом двинет жизни кто будет вошел мотив в рассказ наказ примечание от редактора плохая весна стояла весна то тепло то сорвется ведь рубруги сырой плотный дует и дует без устали став не грохочет дождь хоть мелкий летит и вдавливается ветром в малой щели в окнах на подогонниках мокро ворот раскрытое чтоб не свалило ох и плохая же весна плохая загранку мужик шофер собирается в загранку важен спешив 30 рублей советских денег водки не бить с бабами чужими ниней очень важный дорогу едет монголию строить на вопросы отвечает с паузами все думает думает оптимист коллега парень в больнице в больнице студент-заочник оптимистил не тошно даже некий таксист злой и крикун когда ему мало дают на чай возвращает эти 20 копеек и начинает стыдить за то что человек вообще дает на чай знаете мы не такие дешевки как вы думаете мало дали дали бы 50 копеек молчал бы поумнел мужик бросил пить на время пошел по блату устраиваться на работу выпили в кабинете у того кто принял и этот что устраивался начал вдруг лепить правду матку глаза все испортил название выпрягся чайкин привет одного разыграли чекина подсунули документ а то весь набор 10 шагов до восток 5 до юг 3 до запад клад копал нажал записку чекин привет обиделся а эти дни пока тайно ходил копал жил славно волновался еще раз утвердился люди сволочи достоевский это не пророк человек купил наконец дубленку долгожданную желаннейшую дубленку и к вечеру стал вдруг в дубленке стал таким умным сведущим начитанным информированным свободом мыслящим резким и сказал сплюнов достоевский это не пророк ключи взял человек ключ у коридорной сам открыл номер и вошел потом вошла коридорная и началось состязание как вы могли взять ключи а что нет как а что тут такого как что такого это же ключи пошли к черту как во-первых не ключи а ключи во вторых идите к черту выселили великие историческая драма в трех действиях угачёв екатерина радищев допрос пугачёва руки кровавые любит наш мужичок ударить в грудь себя устал болит все и заработался в сергей бедарёв руки кровавые может даже всплакнуть устал семь шарупов в день и за трёшку счётчик бабки пиши случилось с человеком некая любопытнейшая история он ее умело стал рассказывать и посыпалось на него со всех сторон пиши и уверовал человек что мог бы если бы захотел написать приинтереснейшую повесть например и стал человек чванлив и гадок слёзы жил такой странный человек плакал от благодарности за всякую мелочь какую ему сделают шейзя называли его он долго сидел в тюрьме нотчика вот нотчика была проводил девку пошёл чтобы сократить путь сторож саданул из берданки испугал на смерть дальше у низенькой избы собака из-под ворот в ноги кинулась только собак то потом а хуже что я заглянул в оконце а там баба мёртвая лежит от аборда самодельного умерла потом уж когда пошел собак кинулся едва дошел до дому мох бальки как перед войной когда мы жили в городе маму пригласили соседи в лес на болотину за мхом оказывается городские сушили его и стёжили на нём одеяло и продавали те одеяла на базаре деревенским дуракам сверху ваты положит а внутрь этого самого мха тоже делали с бальками камышовыми подушки делали она сперва то мягко а потом сваляется на ней хоть голову руби завидки берут русского человека меры не знает ни в чём потому завидуют немцу французу американцу все было бы хорошо говорит русский человек если б я меру знал меру не знаю и зависть тайная мысли на словах слух он ругает всех и материт и анекдоты рассказывает зачем у нас в окраине события записная проститутка явная недвусмысленная окрестила всех это взволновало но никто не думать так поверила бога а все думают зачем она все гадают один ворочноватый мужик стал рассуждать так когда гасит огонь то рядом взрыв делают такие это взрыв шок а у вас встретились два человека и давай друг перед другом из подвале выкладывать какой он теперь стал уважаемый человек я говорю своим помощником я тоже своим говорю оля смотрите а мои а я вызвал своих самое интересное что все правда так и работают баня как малой мальчик сибирячок водил слепого деда в баню и тот рассказал ему про свою жизнь учил париться воскресенье по домам ходят здоровенные положительные хитрый ругает алкоголиков последними словами ему подают понемногу хвалят его что он такой рассудительный он выпивает и идет дальше и к в последних домах говорит так что ладно мы пьем вы нас ругаете но почему вы дураков не ругаете они больше вреда приносят поверили икона некий одинокой старушке явилась икона мыла старушка пол в прихожей избе оглянулась горницу на столе лежит икона эту икону она давала через мою тетку смотреть с моей матери мать видела целовали ее все кот как мы проспали ночью кота ваську положили его в углу у порога очень жалели а утром проснулись мама глянула а он сидит чертяка на долбчике ах мы обрадовались ругали его вот дурак то ты смотри что посеживает квартиранты как мы с мамой делали скворечник волновались спорили а ночью все думаю как им там будет хорошо ли потом мама в письме написала поселились писку гаму телевизор человек повез в район телевизор ремонтировать ближе никак нельзя было отремонтировать с большими сложностями трудностями отремонтировали устал изнервничался и зазлился вечером включил идет какая-то чепуха человек обиделся на все на свете и дал по телевизору сапогом выключил сон навязчивый сон у человека видит как его убили на войне его и друга просыпается и плачет друга правда убили жалко дети болеют как понравились некий мужик и баба и дело дошло до свидания но у той заболели дети у этого заболели встретились а уж не до любви и незаметно и невольно перешли на то как лечить детей и волнение прошло и только вспомнил мужик потом зачем он шел на свидание для любви какая любовь господи как берегли дурака кометь живет себе некто дурак графоман все понимают что он дурак графоман но берегут его и лелеют дурак пухнет от глупости произносит слова судит обо всем дает оценки всех пугает скоро умру посмотри я к тебе пришла какая красивая приснилась любимая которой нет на свете Маша сказала когда ей было года три пришла я спал она разбудила и говорит пап посмотри я к тебе пришла какая красивая девочка дочь Маша читает стихотворение поздняя осень грачи улетели лес облажался поля опустили рассказ таксиста рассказывал как однажды вез мужика и избил его модировкой за свинью избил и отнял двадцать рублей пообедать свинье надо спектакль у ЗАГСа слушай у тебя есть красивая красивая девка ну есть а зачем понимаешь надо устроить я выйду из ЗАГСа после развода с женой а она подставная девушка бросится мне на шею с цветами а тут подлетят две машины я договорюсь с ребятами и мы сядем на глазах у жены и уедем рассказывал милиционер пустельга и пристало же глупое словечко пустельга встретил некто молодую подтасканную грузинами девушку говорил с ней вечер ни о чем она умничала намекала возьми меня если сможешь а ему лень не хочется и чувство омерзения в груди и удивление ранней пустотой девушки и привязалось слово пустельга все или ничего рассказ с таким названием суть русского национального характера а один мужик зазвал другого к себе и как бы между прочим похвастался смотри какое шоу жаля купил это тому гостю это не понравилось не то что позавидовал но обозлился поругались жизнь моего крестова рассказанной им самим в один присест короткая в сущности грустная повесть веселого человека в гостях хорошо как один собирался в гости пыль поделась в доме жена теща сынок сбили сделают чтоб муж зять выглядел прилично зять терпел терпел ценял шаляп в кинул ее в мусоропровод скидал галстук ботинки костюм и лег на диван пошаливай сказал жени и теща они потом тихонько говорили на кухне дочь жаловалась на мужа сама видела какой он да горестно вздыхала теща из одессы высокий день один высокий мой день первое вышел из больницы ездил в союз писателей РСВСР там мне вручили почетную грамоту говорили о России мне не удалось сказать ни слова третье ездил в комитет кинематографии отстаивать куски фильма печки лавочки четвертое договаривался о ремонте новой квартиры пятое пришел Иван Васильев с которым не виделся двадцать пять лет двадцать четыре Иван был очень рад рассказывал как он ночевал вот он то и составил высокий день теперь судите поесть объяснение следователю причины убийства от первого лица вообще же рассказ отца дочери почему он убил как это случилось теперь судите последняя фраза повести молодец молодец это я в глазах земляков смотрели они картину у озера на второй день троицы половина зала спали даже с храпом причем их осторожно будили и неловко оглядывались на меня после фильма никто ничего не говорил потом узнали что мне за роль в этой картине дали государственную премию и стали говорить вот молодец смотри-ка вот это не зря поехал в Москву кукуруза рассказ из хрущевских времен рожь уж налилась молочком добрая а в колхоз пришла директива засеять еще столько-то кукурузой насилочную массу не до зрелости а свободы земли нет правление принимает решение скосить рожь мужики не идут косить руки не поднимаются тогда им выдали по 200 граммов водки пошли косить а ехал полковник какой-то недалеко проходили учения что вы делаете полковник был сам из крестьян прекратите ехай команда своем нам велено мы косим полковник пригнал солдат не дал косить дома ехал домой намечтал и надумал прекрасные о деревне о людях родных приехал и все стало раздражать один такой вечер история человека Ивана Чечеткина первое как родился второе как женился третье как умер далекие вечера эдакие спокойный врун приходил вечерами и подолгу рассказывал как он прятался от колчаковцев колодцы мужики учились на трактористов жили у нас на постой внимательно слушали целый роман помню был рассказан мозаев отец сын тоже был вроде мой товарищ донос человек пишет донос техника доноса социальная демагогия зависть злоба бездуховность сыр история как в детстве ловил сыр в реке с разбитого плота ловил да не поймал не донырнул а другие донырнули и потом ели но попробовать кусочек не дали такова жизнь и обижаться на нее не надо не допрыгнул не донырнул приятная беседа двое поговорили очень много любезничали говорили комплименты друг другу разошлись и каждый подумал о другом ха дурак вы платона читали полуграмотный восторг перед платоном прочитал и всех пытать вы платона читали бабья тоска муж войну в трудармия жена и свекор жили на пасеке и потихоньку к бабе стал ходить ее муж ночью и заявил ей что сбежал из трудармии на ночь приходит спит с ней а на день куда-то уходит а раз ночью взошла луна а она склонилась над мужем то а у него туда-сюда туда-сюда крутится вертится вот так вот она николай да это ты я а чего у тебя лицо крутится как он отбросит одеяло то у него конские она как заорет его как ветром вздуло письмо это тоже бабья тоскам стал тоже ночами ходить муж и тоже говорит сбежал с фронта и вот ночами тоже милуются с ним а свекор со свекровкой слышит что она там чего-то ночами разговаривать сама собой и догадались и насыпали перед горницей льняного семени и вот пришел ее Василия а пройти старик ей не может говорить эти старые храчи себе льняного насыпали на говорит тебе письмо она письмо-то взяла да под подушку утром сонулась туда а там лопух в райцентре построили ресторан и пришли к великолепному старику Ермолаеву просить его быть гардеробщиком очень представительный старик ему дали форму и старик был кончен стал несусветно важничать стал гордый вежливый и нехороший погиб человек Би-Би-Си сельский мастер радиоузла врубил на село на пять минут станцию Би-Би-Си пока говорит я ее свихнул в сторону время прошло лишили тринадцатой зарплаты дали выговор фронтовик четвертого класса образования носит сталинский френч состязание двое инстинктивно принялись состязаться в благородстве но когда один становился подчеркнуто вежлив другой начинал хамить тогда и другой повышал тон а тогда тот кто только что хамил переходил в угодливость и так далее после разошлись ехали двое ехали двое трое и один другого избил за что вот и штука за что за бессовестность за фарисейство мелкость пакостость но это все неуловимое недоказуемое получилось ни за что тюрьма как один мужик хотел перехитрить плотников договорились срубить дом пошли в сельсовет заключать договор и там с обоюдного согласия чтобы меньше платить процент от сделки занизили сумму а мужик потом заплатил плотникам только оговоренную в сельсовете сумму плотники сказали ну смотри мужик догнал их и отдал все утечка яда химикатов некто подпил и чтобы показаться сильно умным и начитанным навалился на тему о том как однажды на белом озере погубили рыбу побег особо опасно который сбежал из без заключения вооружен отнял у конвойного его догнали он отстреливался пока были патроны потом его ведет по тайге конвоир один и об этом повесть сценарий рассказ что будет разговоры за стеной в больнице мать сидит и ночует с больным сыном сын плох помрет они тихо говорят корсак поет Витька Александров пел в детстве и юности раздражал тем деревню а певцом не стал спился кажется но вот эти песни вечерами на заре прекрасно а ребятня деревенская стояла и решала пойти всыпать что ли он разорался разговор с интеллигентом разговор слесаря с интеллигентом в его квартире во время работы слесаря разговор в высшей степени поганый так как слесарь явно хамит сад техники надо делать все сразу хорошо потому что потом не исправишь говорит интеллигент вы лучше детей своих делайте сразу хорошо отвечает слесарь и тому подобное письмо матери некто сорокалетний написал откровенное письмо матери в деревню как живется ему всю жизнь тяжко больно страшно это жил человек жил человек в городе помер и схоронить некому рядом живет в коммунальной квартире моложе и здоровей но задумался а кто меня схоронит затревожился формула удачи 2 равно 8 деленное на 4 8 равно 16 деленное на 2 где 8 желаемое нами желаем мы всегда много больше того что получаем в результате 4 количество энергии которое мы тратим для получения желаемого и ровно в 2 раза меньше чем нужно для получения полного объема желаемого и в 2 раза больше чем результат 2 результат то что мы получаем желая и действуя очень незначительны отсюда чем больше мы желаем тем лучше тем больше результат чем меньше тратим энергии для получения желаемого тем больше результат конец Василий Макарович Шукшин выдуманные рассказы читал Джохангир Абдулаев 23 сентября 2023 год и 刻 20 время 1 2 2 3 3 2 Продолжение следует...